Вот мы в прошлый раз остановились на этом моменте, ну, точнее, мы начали проговаривать. Мы остановились на том, какие у нас могут быть понимания модализма в соответствии с принципами, которые мы оговаривали в прошлый раз. Вот существует несколько неэквивалентных характеристик модализма, но, так или иначе, центральная идея заключается в том, что нам нужно какое-то понимание необходимости и возможности. И, ну, есть такое, как это сказать, на первый взгляд, кажущееся несоответствие между тем, что у нас есть концепция, которая основана на принципах возможностей и конституитивных принципах, она, как кажется, несовместима с модализмом как взглядом. Потому что, ну, с самой идеей, какие у нас вообще могут быть понимания модализма, что касается и модального реализма в смысле Юиса, и что касается что-то вроде РЗАЦ миров. Вот для каждой из этих теорий, как мы можем сформулировать некоторые обобщенные взгляды. Ну, это два взгляда – модализм ограничений и онтологический модализм. Модализм ограничений – это такая доктрина, согласно которой существуют ограничения, связанные с понятием возможностей, которые объяснительно предшествуют тому, возможен ли мир или нет. И сторонник модализм ограничений, он может последовательно смотреть на возможные миры РЗАЦ типа и интерпретировать их как, ну, в случае необходимости, как в антр всеобщности, в случае возможности, как в антр существования. И, в принципе, это совершенно нормально вяжется с его доктриной, потому что возможные миры, которые он так использует, воспринимаются как производные от выполнения и удовлетворения различным ограничениям, которые связаны с понятием возможностей. Антологический модалист, сторонник доктрины антологического модализма, он будет говорить, что возможные миры, они не играют никакой роли в выяснении и понимании модального дискурса, а именно этого и требует от доктрины необходимости и модальности, чтобы проблема интеграции решалась. Антологический модалист в то же время будет настаивать на том, что необходимость и возможность вообще не должна подниматься как квантеры. И суть представленной концепции, она основана на принципах, если ее основан на принципах, она будет противоречить антологическому модализму, поскольку мы даже через какие-то возможные спецификации, через допустимое присваивание, мы так или иначе интерпретируем на семантическом уровне это как квантеры. Но, как говорит Пик, это может быть изменено, потому что если мы убедились по каким-то другим причинам в том, что антологический модализм, он, видимо, истинный, то необходимо мы можем как-нибудь адаптировать основные идеи, которые Пикоком выдвигались в предыдущих параграфах. Например, это может сработать в случае понимания логических констант, в случае методической необходимости каких-то принципов, профессиональной логики и так далее. Ну, в общем, это все оговаривалось, и вот по словам Пикока сама суть доктрины антологического модализма, она в принципе, ну, как сказать, не сильно мешает его сформулированной концепции. Там можно много говорить про вопросы, которые он упоминает, потому что в предыдущих работах это оговаривалось, я это, в общем, опущу. Что Пикок имеет в виду под обоснованностью применительно, к той трактовке модальности, которую он отстаивает? Ну, под этим это можно раскрыть как то, что каждое предложение или, ну, точнее, пропозиция, каждая пропозиция или мысль, которые действительно являются возможными, они истинны в соответствии с некоторым допустимым приписыванием. Это то, что мы оговаривали вот все время, когда формулировали принципы, на которых и должно основываться понимание необходимости и возможности. Необходимо также по Пикоку стремиться к полноте, ну, в том плане, что любая пропозиция или мысль, которые действительно возможны, они истинны в соответствии с некоторыми допустимыми приписываниями. Это некоторые важные обязательства того подхода, который Пикок отстаивает. Но это, разумеется, контрастирует с модальным реализмом Льюиса, при котором не очевидно, почему вообще любое такого рода утверждение о полноте должно быть истинным. И та трактовка, в принципе, возможности, которая предлагается, она сама по себе нейтральна в вопросе о том, существует ли полный редуктивный анализ необходимости и возможности. То есть это вопрос размежевания между эрзоцистами по типу Ставнагера и между реалистами по типу Льюиса. Это достаточно правдоподобно при выполнении еще двух условий. Первое – это то, что у нас должно быть множество каких-то принципов возможностей, которые мы могли бы считать обоснованно исчерпывающими для какого-то фонового диапазона объектов, свойств, отношений и понятий. Во-вторых, мы должны быть убеждены в том, что ни одна из вспомогательных концепций, которые мы используем при формулировании и применении принципов возможностей, она сама не опирается на модальные понятия, потому что иначе у нас просто возник рука в объяснении. И если эти два дополнительных условия выполняются, то мы могли бы определить возможную спецификацию как ту, которая просто удовлетворяет полному множеству принципов. Но это очень большое гипотетическое условие в том смысле, что принципы возможностей, как мы ранее говорили, они включают в себя конституитивные принципы. И требуется некоторое философское усилие, чтобы обнаружить, что является конституитивным для данного свойства или отношения. И кто вообще будет в состоянии сказать, что в нашей антологии нет каких-то других конституитивных принципов, которые можно было бы обнаружить, исследуя объекты или свойства, или отношения. И представляется вовсе не обязательно полагать, что вообще два этих условия выполняются, даже если считать... Каждый из них, чтобы считать концепцию, которая основывается на принципах, достаточно многообещающей. То есть это очень сильные условия. Потому что даже тот, кто... Тот теоретик, который скептически относится к возможности редукции, он все равно добьется некоторого результата, если он просто будет определять какие-то центральные принципы возможностей и говорить, что, дескать, вот неявное знание этих принципов, оно участвует в понимании и познании модальных вистин. А потом он просто в состоянии сказать, что наше общее понимание понятия возможностей, оно включает в себя какое-то неявное понимание идеи или просто множество принципов возможностей, для которого всегда будет открытым вопрос, полностью ли оно охватило соответствующие конститутивные принципы или нет. Вот, например, можно возразить, что единственная причина, по которой мы говорим, что вот у нас есть набившая скобину, например, с холостяком, можно сказать, что единственная причина, по которой мы определяем экстенсионал, так или иначе, потому что мы применяем то же правило, что при определении экстенсионала целосочетания неженатый мужчина. И в этом и заключается то, что необходимо, чтобы все и только, в общем, все холостяки были неженатыми мужчинами, что просто у них экстенсионалы совпадают. И в этой формулировке «возможное возражение» оно просто будет неправильно понимать концепцию, которая основывается на принципах, потому что то жество правил и понятий, оно фиксируется на уровне, который имеет отношение к информативности и пессимической возможности. И позиция той концепции, которая основана на принципах, заключается в том, что нам в целом не нужно апеллировать к истинности или ложности каких-то объектно-языковых модальных выражений, чтобы объяснить, что связано с использованием тем-то какой-то одной концепции, а не другой, или объяснить идентичность понятий и правил. Ну, это все можно на самом деле разобрать более детально, используя тот терминологический аппарат, который Пипер предлагает в исследовании понятий. Но это, в принципе, не необходимо, я считаю, это настолько разворачивали, потому что, в принципе, само возражение, да и утверждение, почему это возражение не работает, оно вполне понятно. Дальше, следующий большой раздел, это эпистописимология методической необходимости. Вообще, вопросы об отношениях между модальностью и знанием можно разделить, грубо говоря, на два различных вида. Ну, у нас возникают вопросы о том, вообще, как какие-то конкретные методы могут помочь в получении знаний модальных истин. И у нас есть какие-то вопросы в отношениях между модальной истинностью и познаваемостью. Нужно сначала рассмотреть некоторые вопросы, которые касаются конкретных методов. Вообще, вот, Пиклок на протяжении этой главы стремится показать, что методы, для которых возникает проблема интеграции, в случае модальности, они могут быть ратифицированы как разумные, просто отсылкой на связь с методами, которые упомянуты вот в условиях владения понятиями, в смысле, это отсылка ко второй главе, в смысле, владения понятиями, в данном случае, необходимости и возможности. И, как уже было оговорено не один раз, что принципы возможности, они фиксируют само понятие возможности. Вот, предположим, что понимание модального дискурса, оно включает в себя неявное знание этих самых принципов возможности. Ну, таким образом, мы можем понять, почему некоторые общие методы установления или опровержения каких-то конкретных модальных утверждений, они соответствуют содержанию этих конкретных утверждений. Ну, например, необходимо, что P, оно может быть установлено в каких-то случаях путем просто доказательства этого самого P. Может быть, дано какое-то прямое доказательство P, когда мы все предпосылки выписываем, или просто это доказано из других предложений, необходимость которых нам, в общем, уже установлена. И вот это является достаточным условием для того, чтобы доказательство каждого из этих... в этом варианте можно было считать разумными методами установления необходимости. Достаточный условий заключается в том, что каждый из выводных принципов, на которых опирается доказательство, помимо того, что эти принципы, они являются валидными, они содержат по существу только те выражения, семантические значения которых, постоянные при всех допустимых приписываниях. Пикок еще вот до этого. Раньше он утверждал, что пропорционально логические константы, они как раз являются, ну, являются как раз такими выражениями. Что касается квантеров, то для квантеров формировки должны быть адаптированы с учетом различных областей существования для различных спецификаций. Ну, как это работает? Предположим, что у нас есть какой-то объект X актуальный. Он не находится в области допустимого приписывания S. И актуальное семантическое значение квантера каждый, оно будет сопоставлять какую-то функцию, функцию первого уровня с истинностным значением истины только в том или только в том случае, если эта функция, она сопоставляет X с значением истины. Но вообще мы не можем требовать, чтобы то, что S присваивает квантеру каждый была функция второго уровня, которая отображает функцию первого уровня с значением истины, только если сама функция сопоставляет этот самый объект X с значением истины. И семантическое значение квантера каждый, оно согласно приписыванию, является скорее той функцией, которая сопоставляет именно напрямую объект с значением истинности. И это изменение семантического значения квантеров над допустимыми приписываниями, оно очень хорошо согласуется с тем, что определяет их актуальное семантическое значение. Потому что семантическое значение каждой, оно в соответствии с приписыванием, зависит от области присваивания так же, как актуальное семантическое значение каждой зависит от того, просто что у нас актуально существует. И логические законы, которые говорят нам о том, как квантеры работают, они по-прежнему будут действовать при всех допустимых приписываниях. И когда у нас есть какие-то принципы, которые мы выводим, если они у нас присутствуют в доказательстве, они по существу содержат только пропорциональные логические константы или квантеры. А валидность этих самых принципов, с помощью которых мы выводим, она просто переносится на любую возможную спецификацию с помощью аппарата приписываний и тем, каким свойствам эти приписывания удовлетворяют. То есть вообще любое такое доказательство, в котором мы просто можем выписать все предпосылки, или у нас есть какая-то предшествующая причина для того, чтобы верить в необходимость тех предпосылок, которые мы выписали, это как раз доказательство, которое и является обоснованием веры в необходимость этих самых выводов. Но, как уже было сказано, это достаточное условие успеха тех методов установления необходимости. Это не необходимое условие. У нас есть случаи, когда выражения, которые встречаются в принципах вывода, доказательства, они не имеют каких-то постоянных семантических значений в допустимых приписываниях. И вариация, она выходит далеко за рамки каких-то случаев, которые похожи на случай с квантерами. Просто не будет работать сам способ, когда мы изменяем область присвоения, но при этом доказательство все еще может устанавливать необходимость. Ну, достаточно, если условия, которые фиксируют семантические значения выражений, они вместе с принципом модального экстенсионала просто обеспечивали нам, чтобы принцип вывода сохранял истину в каждом допустимом присвоении. Даже если семантические значения, они очень сильно отличаются от приписывания к приписыванию, а не только от области к области. Ну, вот случаи, которые демонстрируют самые простые с холостяком, например, нам нужно перевести от того, что какой-то объект является холостяком, мы переходим к тому, что он является человеком. И такого рода случаи вместе с двумя другими, которые описывались в предыдущих пунктах, они охватывают значительную часть территории, на которой мы просто устанавливаем необходимость посредством прямого указания. И когда задача состоит в том, чтобы опровергнуть утверждение о необходимости, то нужно ссылаться только на принцип модального экстенсионала. Ну, вот возьмем, например, пример, который содержит индексалы, я здесь, например. Нас интересует априорное содержание этого утверждения, и мы хотим показать, что оно не необходимо. Это мы в прошлый раз отдельно выясняли, и говорил, что нам нужно тщательно различать необходимость и априорность. И вот он утверждал, что приложение «Я здесь сейчас» является априорным, но не является необходимым. Как нам бы показать, что оно не является необходимым? Ну, учитывая, что «Я здесь» — это, в общем, понятие, которое является до юра жесткими, то нужно применить вторую часть принципа модального экстенсионала. Но сам принцип, он не подразумевает, что существует какая-то подлинно возможная спецификация, согласно которой человек, который это утверждение высказывает, он находится где-то в другом месте. Для этого нам нужно опираться на принцип ограниченной рекомбинации, что спецификация возможна, если она удовлетворяет полному множеству принципов возможностей. И эта потребность апелляции к ограниченной рекомбинации, она согласуется по пикаку с дотеоретическим осознанием того, что вообще любое утверждение о существовании действительно возможной спецификации, согласно которой человек, который это утверждение высказывает, или человек, который его мыслят, они находятся где-то в другом месте. Эта штука, она всегда может быть опровергнута, просто показав, что она нарушает некоторые ограничения на возможности. Вот этот пример, он раскладывается таким образом. Если переходить к чему-то общему, то вот имплицитное знание принципа возможности, оно, ну, если мы признаем, что имплицитное знание этих принципов возможностей, оно используется надлежащим образом для достижения модального суждения, то мы можем увидеть, как достигнутое таким образом суждение может просто быть знанием. Ну, при условии, что мы знаем немодальные принципы, на которые она опирается, и модальные суждения мыслителей, которые достигнуты путем надлежащего использования этих принципов. Но это вообще не только вопрос надежности. Потому что какое-то осуждение модальной истины объясняется неявным пониманием человека, который об этом рассуждает, принципов, которые обосновывают эту модальную истину. То есть конститутивно и априорно важно, что осуждения, которые делаются на основе информации, они будут истинные. Дальше он апеллирует к такой штуке, как ревоабилизм, то есть концепция знания, которая апеллирует к надежности. И если мы, допустим, хотим защищать ревоабилизм посредством тех принципов, которые были выше обозначены, то в такого рода концепции знание каких-то частных необходимостей и возможностей, оно не требует каких-то сомнительных способностей, которые связывают мыслителя с какой-то немодальной сферой. Ну, кажется, что у нас есть какая-то объективность модального дискурса и объективность средств познания этих самых модальных истин, но без неясных, без каких-то неясностей, которые сопровождают, например, модальный реализм Льюиса. И вообще, основанная на принципах концепции модальности, она по Пикаку как раз и решает задачу, проблему интеграции, потому что она интегрирует эпистемологию с метафизикой. И такая трактовка, проблему интеграции в модальном случае, она как раз удовлетворяет этому самому. Как перевели, я забыл, как перевели линкинг тезис из второй главы. Да, связующий тезис. Связующий тезис, хорошо. Ну, то есть, если у нас есть какая-то найденная связь между истиной и пониманием, знанием с помощью обычных средств, которые мы используем для установления модальных истин, то это и есть то, что нам нужно для понимания подлинной модальности. Вот в случае, например, в случае самой первой, самой известной по Пикаку проблем интеграции, проблем Бенасерафа, Бенасераф писал, что у нас должна быть возможность связать то, что для какой-то пропозиции является истинным, с самим убеждением в этой самой пропозиции. И в случае модального убеждения, которое также будет являться знанием, именно вот это вот неявное знание по принципу возможности, оно позволяет нам связывать то, что какая-то штука является истиной, и то, что мы в этой штуке убеждены. Здесь не имеется в виду то, что мыслитель, который понимает модальные операторы, не может ошибаться. Наоборот, он ошибаться как раз может, и аппарат, который Пикак, в общем, для всего этого конструирует, он содержит много моментов, в которых могут быть эти ошибки допущены даже тем, кто эту модальность полностью понимает. Но решение проблем интеграции не говорит, что мы в принципе не можем ошибаться. Оно состоит в том, что мы можем достаточно понятным образом отследить, где мы ошиблись, и это, в общем, исправить, и прийти к пользованному пониманию. И вообще, что касается имплицитного знания принципа возможности, оно скорее ближе к действиям разума на личностном уровне, чем, например, если это мы будем сравнивать с каким-то неявным знанием принципа в грамматике. Ну, например, у нас, конечно, есть аспекты, в которых эти два случая, они, как кажется, стоят на одном уровне, в частности, в отношении их роли к какому-то содержательному психологическому объяснению. Но у нас есть несколько видов этого самого неявного знания. Например, наше суждение о том, что какая-то строчка из слов, которую мы видим, она является грамматически корректной, и это, в общем, зачастую не результат какого-то сознательного вывода. Просто у нас есть какое-то неявное знание принципа в грамматике, но, в принципе, совершенно не обязательно, например, досконально произвести какой-то синтаксический разбор предложения, чтобы понять вообще, насколько грамматически корректно то, что мы перед собой видим. То есть это именно какое-то неявное знание, которое просто мы вот со временем усвоили, и оно чисто интуитивно у нас в голове сидит. Если нас спросят, почему предложение, которое нам кажется грамматически корректным, является таковым, мы, может, зачастую и не сможем придумать причины. Это, правда, мне представить трудно, но ладно. Но даже если мы можем явно обозначить, почему мы считаем его грамматически корректным, это, ну, как считает ПИК, не будет эффективным при создании нашего какого-то первоначального восприятия грамматического впечатления от грамматики предложения. А вот когда человек делает суждение о возможности и необходимости, он делает это, ну, в общем, не на основании каких-то свидетельских показаний, но при этом причины у него для этого будут. То есть, что это имеется в виду? Что в случае суждения о возможности у нас есть какая-то концепция возможного положения дел, при котором эта возможность возникает. В случае разумного суждения необходимости у нас просто мы проводим какую-то демонстрацию или доказательство этого предложения, или просто какое-то разумное убеждение в том, что это так или иначе. И человек, который, в общем, использует модальные понятия, он может и не сформулировать эти принципы возможностей, но тем не менее, как считает ПИК, эти принципы возможностей, они имеют гораздо тесное отношение к его модальному мышлению на личностном уровне, чем принципы грамматики к мышлению человека и к его рассуждениям о языке, на котором он говорит. Дальше это можно еще как-то развивать, но, в общем, так или иначе вопрос открытый о дальнейшем развитии. А так вот просто демонстрация того, что неявное знание принципов грамматики и неявное знание принципов возможностей – вещи все-таки стоящие на разных уровнях. Ну, можно привести еще какие-то достаточно беспроблемные случаи, в которых мы приписываем неявное знание, и это приписывание, оно оправдано просто потому, что оно систематизирует и делает явными общие принципы, примеры которых, вот мыслитель которых использует, мы можем в этом убедиться, даже если он сам этих общений не излагает. Но чтобы, в общем, не отвлекаться от непосредственной эпистемологии модальности, ну, в общем, дальнейшее рассуждение о неявном знании, мне кажется, что я, в общем, его не буду более подробно оговаривать. Стоит перейти к тому, что, в общем, уже достаточно долго висит на экране – это тезисы. То есть это как раз те эпистемологические вопросы, которые в самом начале были обозначены. Это вопросы о связи между методическими модальностями и познаваемостями. И Пикок формулирует здесь три тезиса. Он, ну, как считает, он сам формулирует их, ну, достаточно правдоподобным образом. И это как раз те принципы, истинность которых была бы объяснена, если бы возможность была ограничена сформулированными выше принципы возможности. Первый тезис заключается в том, что в каждом случае, когда модальная истина, которая включает методическую необходимость или возможность, когда она нами непознаваема, то ее непознаваемость можно полностью объяснить либо непознаваемостью нами некоторой истины, которая не связана с методическими модальностями, либо непознаваемостью нами какого-то из принципов возможности. Но прежде чем проинвестировать этот тезис, можно посмотреть на то, как он работает. Например, гипотеза Гольдбеха. Если эта гипотеза верна, но недоказуема, то она тем не менее необходима. Если ее необходимость непознаваема, если в этом заключается то, что она истина, но при этом непознаваемость ее необходимости, если она действительно непознаваема, она всецело объясняется непознаваемостью ее истины. И общий принцип, согласно которому любая арифметическая истина необходима, она в принципе познаваемо известна. И чего мы не знаем, так это в совокупности мыслей, которым может быть применен самый известный принцип. Что касается гипотеза Гольдбеха, эта штука, она открытая. И в том-то и дело, что мы можем прийти к такой штуке, что мы в общем не можем ее просто доказать. То есть как это случилось с континумом гипотезы. Мы знаем, что континумом гипотезы, она недоказуема, и отрицание континумом гипотезы, оно недоказуемо. То есть получается, что вопрос об истинности такого рода утверждений, для которых мы можем доказать как их недоказуемость, так и доказать то, что... Недоказуемое отрицание этого самого утверждения, истинность, она в общем решается каким-то другим способом. Ну, содержательность примера в случае проблемы Гольдбеха, она в том, что про гипотезу Гольдбеха мы вообще просто не знаем. Верна она или нет, можем ли мы доказать ее или нет, недоказуема она или нет, недоказуемо ли отрицание или нет. И вообще широкий спектр примеров, ну, например, с эмпирическими элементами, он, ну, а не с отчетливыми неэмпирическими элементами, как это бывает с этим математическим утверждением. Вот его можно рассмотреть что-то, что касается эмпирических примеров. Ну, например, у нас есть какая-то бесцветная жидкость, она ставит бутылки на кухонном столе, и, в общем, неизвестно, что там находится. Может, вода, может, уксус. В какой-то момент ее, допустим, заменили. Ну, представим, что это была вода. И, ну, наше утверждение, которое касается содержимого бутылки, ну, не с необходимостью следует, что это именно H2O. Но, что касается жидкости в этой бутылке в то время, в котором мы ее налили, это с необходимостью было H2O, потому что мы, допустим, не знаем, сами туда ее налили. Ну, мы вот не знаем, прошло какое-то время, там, дни, годы, месяцы, мы пришли и видим, что, допустим, она стоит на том же самом месте, мы видим, что жидкость бесцветная, но мы же не знаем, может, кто-то, в общем, просто ее подменил. И, на самом деле, мы, ну, вот, не обладая никакими лишними сведениями, мы не можем сказать, ну, вода ли там или не вода, то есть, является ли, в общем, химическая форму этой жидкости H2O или нет. Но непознаваемость этого факта, она полностью объясняется непознаваемостью того, была ли изначально вода в бутылке или нет. А это как раз-таки мы выяснить можем. Но стоит отметить, что у нас есть три вида непознаваемости, которые могут согласовываться с вышеозначенной структурой. Ну, во-первых, у нас нет какой-то очевидной гарантии, что все, что конститутивно связано с обладанием определенным понятием, даже одним из понятий, которые мы оперируем, оно должно быть для нас открыто. Некоторые особенности, они могут с помощью модального, с помощью принципа модального экстенсионала, они могут просто генерировать необходимые истины. Во-вторых, то, что только что было сказано о понятиях, оно на самом деле применяется с таким же успехом и по всему остальному. Нет какой-то очевидной причины, по которой мы должны быть в состоянии знать конститутивные свойства и отношения каждого элемента в нашей антологии. Требуется отдельное исследование, чтобы обнаружить их, и мы можем быть просто интеллектуально ограничены в нашей способности достичь о них какого-то знания. И непознаваемые конститутивные свойства, они в равной степени порождают непознаваемые потребности через эти самые конститутивные принципы возможности. Ну и в-третьих, просто следует помнить, что для соблюдения принципа возможности требовалось указание подлинной возможности. А вопрос о том, соблюдает ли спецификация полному множеству принципов возможности, даже если мы все их знаем, за исключением специально ограниченных случаев, это не является каким-то разрешимым отношением. Ну, в конце концов, спецификация может упоминать какие-то математические утверждения о теории множеств или там просто логик высших порядков. И таким образом, в некоторых случаях подлинная возможная спецификация, она просто не может быть нам известна как таковая. И это порождает какие-то модальные истины, которые, ну, нами могут быть непознаны. Но объяснение непознаваемости, оно включает в себя общее логическое явление, которое применяется к любому предмету. И оно не имеет ничего общего с существованием какой-либо, ну, недоступной нам модальной сферы. И если первый тезис, он верен, то на самом деле его значение, оно двояко. Первое важное следствие из этого тезиса, оно состоит в том, что существование непознаваемых модальных истин, оно не может быть использовано без дальнейших аргументов для подтверждения позиции, согласно которой модальная истина, она выходит за рамки того, что мы фиксируем с помощью принципа возможностей. Ну, по крайней мере, общего рода. Например, было бы ошибкой рассуждать, что конкретные принципы возможностей, которые были выше предложены, они познаваемы вместе с существованием некоторых непознаваемых модальных истин, до вывода о том, что нынешний подход, он просто неправильный. Это, что называется, ну, у нас нету достаточных аргументов, чтобы делать такой сильный вывод за один раз. Потому что, ну, на самом деле ответственность за то, чтобы этот вывод сделать, она лежит на одной из каких-то сторон этой дискуссии, например, там, на модальном реалисте, в смысле Льюиса. И если тезис, вот этот тезис, он верен, то он на самом деле проблематичен для модального реалиста, в смысле Льюиса. Почему на нем лежит ответственность за такого рода, в общем, смелые утверждения? Ну, потому что модальный реалист, он, конечно, может объяснить вот этот тезис, но он не в состоянии рассматривать возможные миры просто как отражение того, что допускается принципы возможностей, потому что это подразумевал бы отказ от модального реализма. Но если он не рассматривает возможные миры таким образом, то вот этот тезис, он, ну, для модального реалиста необъясненным. То есть, вилка достаточно простая. Если модальный реалист этот тезис способен объяснить, то он перестает быть модальным реалистом, потому что он принимает те принципы возможностей, которые были выше расформулированы. А если нет, то это, в общем, для него проблема. И он, ну, сам должен каким-то образом это все объяснять, а пикок считает, что, в общем, он не в состоянии будет это сделать. Ну, и еще одной особенностью первого тезиса – это контраст. Контраст между модальностью и временем, несмотря на известные, в общем, паралли между ними. Мы, например, объяснили существование каких-то непознаваемых арифметических истин. Ну, заметив, что мы знаем априори, если какая-то штука, она является истинным арифметическим содержанием, то, в общем, она будет следовать с необходимостью. И если первый тезис он верен, то у нас, ну, мы можем сформулировать аналогичные условия для каких-то других областей, для которых мы можем приметь какие-то непознаваемые истины. Но вот что касается прошлого, там, видимо, это работает как-то по-другому, потому что у нас нет класса какого-то, ну, условно, предложений условно настоящего времени, которые апостериорно бы относились к предложению, которому мы высказываем. Ну, не говоря уже о прошлом, для которого мы, вообще говоря, знаем априорные условия вида «Если П», то в прошлом «П», то, что делает какие-то мысли или пропозиции о прошлом в настоящее время непознаваемыми, оно не может быть удовлетворительно объяснено, если мы ссылаемся на непознаваемость некоторых истин не о прошлом, которые, в свою очередь, достаточно для истин о прошлом. Точно так же у нас нет множества априорных принципов прошлого, которые были бы аналогичны принципам возможности, которые как раз в совокупности отличают оператор, в общем, было что, от других операторов, и понимание которого, оно имеет основополагающее значение для понимания дискурса прошедшего времени. Потому что никакой набор чисто априорных принципов, он не может вместе с чисто, чисто с истинным и настоящим урегулировать какую-то, ну, истинностное значение, утверждение типа «вчера в Гренландии мы могли в каком-то месте зафиксировать температуру минус 100 по Цельсике, например». Да, это, кажется, прикол в том, что это какая-то не просто аномальная температура, но самая низкая температура, которая была зафиксирована, она не достигала минус 100 градусов по Цельсию. Но нынешняя непознаваемость, ну, непознаваемость в текущий момент каких-то утверждений о прошлом, она, у нее есть источник, который отличается по своему характеру от двух потенциальных источников непознаваемых модальных истин, а именно непознаваемых немодальных истин и, возможно, некоторых непознаваемых принципов возможностей. Мы вообще можем представить себе истинность того, что какое-то утверждение о прошлом, оно непознаваемо, Потому что мы можем представить себе в принципе некоторое прошлое положение дел, которое не оставляет нам никаких следов, по которому мы могли идентифицировать, что там произошло. Например, любые непознаваемые модальные истины, они не таковы, что если бы они были встроены в мир таким образом, что они оставили какие-то следы, которые были бы доступны нам сейчас, по которым мы смогли бы их познать. То есть, напротив, даже известные модальные истины, они неизвестны нам из-за их причинно-следственных взаимодействий с нами. Ну, конечно, защита понятности вот этих непознаваемых истин прошедшего времени, оно также будет опираться на то, что в модальном случае у нас отсутствует. Именно поэтому, в общем, развлечение именно таково. Второй тезис, который Пикак предлагает, он говорит, что в каждом случае, когда у нас известно содержание, которое содержит метафизическую модальность, любые модальные предпосылки в окончательном обосновании, которые подтверждают статус убеждения как знания, это предпосылки априорные. Вообще, этот тезис, он подразумевает, что любая пастериорная предпосылка в окончательном обосновании какой-то части модального знания, она сама по себе не будет модальной. Ну, самый простой пример, это пример из Фреги, про то, что геспирос это фосфорос. Обоснование этого убеждения на нас состоит из двух частей. Первая часть – это пастериорное, но немодальное знание о том, что геспирос это фосфорос. Другая часть – это модальное, но априорное общее знание о необходимости отношения тожительства в тех случаях, когда оно сохраняется. Точно так же у нас существует аналогичное разделение на две части нашего обоснования убеждения конкретных, конкретные случаи, ну, например, те, которые обсуждают Крипке в том же действии необходимости. Этот второй тезис, он, конечно, как считает Пик, как он согласуется с рассуждением Крипке и со всеми примерами, которые Крипке утверждает про пастериорность и необходимость. И существенное следствие второго тезиса – это то, что принципы, институитивные принципы, они всегда имеют какой-то априорный компонент в своем окончательном обосновании. Вообще, ну, второй тезис, он может быть развит, хотя, ну, такой можно привести пример, как он же там приводит при РПиках, что я остановился на втором тезисе и на следствиях этого второго тезиса. Вообще, чем этот тезис может быть привлекательным? Ну, как считает Пикок, именно второй тезис, он делает эпистемологию каких-то, эпистемологию конституитивных утверждений, ну, не такой проблематичной, как если бы, в общем, он не соблюдался. Ну, вообще, если мы собираемся этот тезис защищать, то она, то эта защита, она потребует приведения каких-то дополнительных различий, которые связаны с априорностью. Ну, вот, например, он демонстрирует такой пример, что некоторые философы считали, что, в общем, лошади, они происходят от определенных животных с определенной физиологией и генетикой, которые, в общем, идентичны физиологии генетики обычных людей. Но, если они происходят из другого поголовья, то, в общем, это и не лошади совсем. Ну, допустим, что это так. Если это не так, то мы просто рассматриваем концепцию естественных видов, для которой просто верно соответствует утверждение о необходимости, потому что, утверждают теоретики подобных утверждений, такая концепция, она может существовать, и мы можем соответствующим образом дискуссию адаптировать. Ну, похоже, что, ну, конкретный мыслитель, у него могут быть какие-то отношения, которые правильно описывают, как включающие просто понятие лошади, но при этом у него нету априорного знания, что лошади, они происходят от какого-то определенного поголовья. Может быть, этот человек, он видел много лошадей, и по отношению, вот, каждый раз, когда он видел лошадь, он правильно ее идентифицировал, как лошадь. Но при этом он мог не знать, что они являются вот конкретно этими биологическими объектами. Он мог даже поверить, что это, в общем, не просто не лошади, а вообще это неживые существа. Ну, конечно, человек, который находится в таком положении, он не в состоянии априорно знать, что лошади, они происходят из тех животных, из которых они на самом деле происходят. Он даже не знает, что они происходят из каких-то других животных. В таком случае, как мы можем ответить на это? На то, что у человека действительно есть знание того, что те существа, которые он видит, это, в общем, действительно лошади, но при этом у него нет... Наверное, это можно было бы связать с интерналистской концепцией обоснования, да? Допустим, что это интернализм. Хотя, как это, не оговаривают, но мне кажется, что это ближе к интернализму. Он мог бы ответить, сказав, что вообще мы уже знаем, что для атрибуции отношений, содержание которых включает в себя концепцию лошади, достаточно просто какого-то частичного понимания. Ну, например, он мог бы стремиться использовать понятие априорности, на котором просто можно сказать, что мысли априорно, если кто-то, не обязательно человек, который обладает понятием, который включает в эту самую мысль, он может знать ее априорно. Вообще, какие-то частичные понимания этого выражения, они не были бы в состоянии достичь такого априорного знания, но при этом люди, которые полностью об этом понимали, они из этой точки зрения исходили. Но Пико говорит, что это какая-то не вполне адекватная реакция, не вполне адекватная природе и масштабу самого явления. Там можно, например, смотреть на какие-то примеры. Ну вот, он приводит пример Патнова, я не помню, с какой это работы, но, допустим, мы видим какие-то следы, не знаю, древней цивилизации, какие-то, в общем, какие-то украшения. Ну вот мы думаем, что, наверное, это какие-то штуки, декоративные украшения, которые прикреплялись к одежде. Мы вводим для них какое-то слово. Ну, позже может оказаться, что эти объекты, они на самом деле, это жуки, короче, которые в пяточку впадают. Но если это так, то они обязательно происходят из каких-то других жуков, от которых вот они произошли. Ну, если само понятие жук не работает так, что мы можем ввести некоторые понятия, которые работают каким-то другим образом. Но было бы неправдоподобным говорить, что сразу после того, как слово было введено, и до того, как была обнаружена истинная природа объектов, кто-то полностью понял это слово, он был бы в состоянии узнать эту самую модальную истину. Вообще, априорно никто не мог знать того, что эти объекты, они произошли от каких-то, в общем, живых существ, в отличие от того, что они были спроектированы людьми. Изучение того, что они являются биологическими объектами, объектами – это просто эмпирическое открытие. И лучше всего здесь, ну, можно отметить, что даже тот, кто считает, что организмы данного вида, они происходят, в общем, это живые существа, которые происходят в каких-то других организмах, он тоже будет придерживаться следующего утверждения, что если какой-то организм, он является самопроизводящимся, то, в общем, организмы этого же вида, они происходят из тех предков, из которых они на самом деле происходят. Что вообще для людей, которые такую точку зрения исповедуют, что здесь является эмпирическим, вот в таком примере с жуками и с украшениями? То, что заявленное модальное и априорное суждение состоит в том, что организмы видов, члены которых размножаются, они как раз происходят из тех предков, из которых они на самом деле происходят. Но, во всяком случае, именно так и выглядит позиция того человека, который защищает эти требования, вот в случае, если он применяет принцип модального экстенсионала в контексте вот этого принципиального подхода к модальности. То есть, что в случае с жуками и что в случае, ну, с жуками и украшениями, и что в случае с лошадями и какими-то, в общем, какими-то неживыми существами, в общем, артефактами, которые на этих лошадей просто похожи, то суть здесь в том, что у нас просто есть какое-то эмпирическое открытие, и концепция знаний, она просто будет предлагать фалибельность, ну, то есть опровержимость. Вообще, второй тезис, это, как говорит Пикок, это просто следствие принципов возможностей, которые, ну, исходя из того, как он их сам формулирует, он говорит, что они носят, у них статус априорный. Апостерьорные методы, они могут производить и рационально воспроизводить различные убеждения, ну, наши убеждения, но при этом они не могут сами по себе производить знания о том, что необходимо, потому что это дает только априорные принципы. На данном этапе можно было бы, ну, можно было принять какую-то апостерьорную модель знания, но она не давала бы нам необходимость тождества, ну, в случае гесперуса и фосфоруса, например. Эта модель, она работала бы только потому, что там было бы какое-то априорное знание принципа необходимости тождества. В данном случае просто у нас, мы имеем дело с какими-то фундаментальными принципами возможностей, которые не выводятся из чего-то другого. А если бы фундаментальные принципы были бы апостерьорными, то в природе, ну, мы не могли бы их ничем подкрепить. Ну, в том плане, что, окей, если эти принципы апостерьорные, то как они в таком случае могут быть фундаментальными? На основании чего мы заявляем их фундаментальность. А вот заявлять фундаментальность через априорность, ну, как Пико говорит, это не просто проще, это, видимо, просто единственный способ говорить о том, что эти принципы, они являются, в общем, невыводимыми от этого лица. И если мы принимаем такую линию рассуждения, то у нас есть основания утверждать, ну, как кажется, не только реальные случаи модального знания, как это делает второй тезис, но и вообще все возможные случаи. И это как раз третий тезис. Третий тезис говорит, что тезис второй, он, в общем, он необходимый, и он действует для всех возможных агентов, которые знанием обладают. Третий тезис, как и сама концепция, которая основана на принципах, он, ну, как говорит Пико, у него такой лебнецанский оттенок. Ну, потому что что действительно важно для лебнеца в том, что называют врожденностью, так это обоснованность, которая включает определения с точки зрения логических истин, которые сами по себе могут рассматриваться как истинные при понимании терминов, которые они содержат, и, следовательно, которые будут истинные, в общем, просто априорно. Когда мы исключаем какие-то исторические различия между лебнецем и той позицией, которую Пико представляет, то у нас, так или иначе, остается какое-то ядро, в котором мы можем согласиться, ядро, объяснительное ядро в эпистемологии необходимых истин. И это вот ядро, оно будет включать в себя второй тезис. Как бы, так при этом, если мы стоим на позиции, которую вот чисто, чисто в силу того, что нужно найти кого-то похожего в истории философии, какого-то мыслителя, который придерживается какого-то похожего тезиса, то можно задаться вопросом, окей, а как бы мы отреагировали на вызовы, которые, например, поставлены были Юмом или Куайном? Ну, вообще, сама необходимость, она... Ну, Пико не стремится находить какое-то подходящее восприятие необходимости, из которого можно было бы эту идею выводить. И нет никакой необходимости это выводить на основании принципа возможности, который может быть кем-то просто импринцитно познан, кем-то, кто обладает понятием метафизической необходимости. Но при этом нам вовсе не требуется, чтобы это знание было результатом некоторого причинного знания модальных фактов, потому что основанные на принципах объяснения и сопутствующей ему теории понимания, они согласуются с принципом, согласно которому у нас нет какого-то подтверждения того, из которого у нас эта идея метафизической необходимости выводится. Самый полный ответ по Пикоку на все эти основные скептические возражения относительно концепта метафизической необходимости, они потребовали защищать, в общем, просто каждую структурную единицу. Он такую задачу перед собой не ставит. Он просто говорит, что давайте мы рассмотрим какую-то краткую концепцию отношений между актуальным и возможным, которая сочетается с нашим пониманием принципов. Ну, с нашим пониманием необходимости и возможности через те принципы, которые он обозначает. Ну, например, у нас может существовать какая-то систематическая связь между необходимыми истинами и какими-то утверждениями о актуальном мире. Принципы возможности, они фиксируют значение истинности и фиксируют содержание этих самых модальных утверждений, которые связывают их с условиями, которые индивидуализируют конкретные понятия и принципами индивидуации для объектов и свойств, о которых мы вообще в состоянии помыслить. Это концепции, которые мы используем, и вещи, с которыми мы работаем. О них мы можем думать как о... Ну, можем думать о них в модальном дискурсе. И мы при этом можем их не мыслить в связи с методической необходимостью и возможности, потому что подлинная трактовка, она связывает описание модального с теми самыми аспектами немодального, которые касаются, например, актуального мира. Ну, в частности, операторы методической необходимости и возможности, просто в силу их связи с принципом модального экстенсионала, они описываются как операторы, которые зависят от индивидуации соответствующих понятий. Операторы или отношения зависят от индивидуации понятий, а тогда, когда условия его применения фиксируются, и в самых фундаментальных случаях они фиксируются условиями индивидуации понятий, которые составляют содержание мысли, к которому они применяются, или которые образуют один термин для формировки, например, отношения, с которыми мы работаем. Но помимо метафизических модальностей, примитивных к мышлению, у нас может быть какой-то другой пример концепции, которая, как утверждает Пикок, она зависит от индивидуации понятий. Это, например, отношение априорного обоснования одного содержания к другим или просто какое-то соответствующее восприятие или мышление. Вопрос, который можно ко всему этому делу задать, он может заключаться в том, а зачем нам вообще нужна концепция необходимости? Почему мы вообще, зачем нам вообще говорить о чем-то, кроме актуального мира? Ну, такой модальный скептицизм, что не просто мы модальности должны редуцировать к чему-то, а просто зачем нам говорить про что-то модальное? Давайте просто говорить про что-то, что касается актуального мира. Ну, на этот вопрос можно ответить так, что, ну, конечно, безусловно, желательно знать класс принципов, которые могут быть вполне легитимно использованы при рассуждении в рамках любого какого-то контрафактического предположения. Эти принципы будут необходимыми истинами, и мы должны быть в состоянии определить некоторые из них, если мы хотим просто продолжить рассуждать в рамках контрафактических предположений. Ну, действительно, метафизическая необходимость, она определяется в терминах какого-то контрафактического кондиционала, и это еще, в общем, просто у Льюиса можно встретить. Но контрафактические суждения, они как раз, ну, из них зачастую нельзя обойтись в каких-то практических рассуждениях. Ну, мы, конечно, можем ожидать, что некоторое явление необходимых истин будет практическим, но оно как бы в первую очередь практическое, а не теоретическое. Но сможем ли мы сказать больше о том, какую концепцию метафизической необходимости мы при этом принимаем? Ну, мы можем различать какую-то полностью немодальную концепцию актуального мира и какую-то частично модальную, неполностью. В этих двух концепциях у нас согласуется центральная роль причинно-следственных связей в том, какой у нас мир на самом деле, как он есть. И многие свойства, которые индивидуируются причинными силами, они определяют просто тождественные свойства в терминах тождественности вот этих каких-то причинностей. Также можно говорить, что вообще идея материального объекта, она является связанной с каузацией, с причинностью. Ну, потому что, не знаю, состоять из материи, это значит состоять в определенных каких-то причинных отношениях. Материальные объекты, они обладают тем свойством, что их какие-то последующие состояния объяснимы их предыдущими состояниями. Это может касаться агрегатных состояний или это может касаться просто положений в пространстве. Если материальные объекты, они вообще в определении материальности просто неявным образом есть что-то, что касается каузации, то то же самое будет происходить и со всеми объектами, которые частично индивидуированными, которые являются частично индивидуированными в отношении с какими-то материальными объектами. Это вообще можно продолжать довольно долго и просто доходить до роли каузации в какой-то ментальной сфере. Но вообще этого уже достаточно, чтобы сделать просто совершенно правдоподобным то, что причинно-следственные связи, они неразрывно связаны с любым правдоподобным объяснением актуального мира. И полностью днемодальная концепция или частично модальная концепция, они расходятся не по этим согласованным пунктам, а по природе именно причинности. Расхождение само, оно связано с вопросом о том, должна ли сама причинно-следственная связь объясняться в терминах контрфактических условий или нет. Ну, мы что модальность, что причинность можем объяснять контрфактически. Это факт тоже известный. Но это не обязательно связано с расхождением по поводу того, существует ли связь между причинно-следственной связью и между какими-то контрфактуалами. В принципе, обе стороны дискуссии могут согласиться с тем, что эта связь существует. Но они будут относиться к этому по-разному. Для человека, который говорит о том, что окей, пускай у нас есть какая-то, мы допускаем частичную модальность, эта связь – это нечто, которое заложено в природе причинности, которое сама по себе не может должным образом выявляться без ссылки на контрфактичность. Для человека, который говорит, что мы модальности вообще просто изгоняем из нашего дискурса, говорим только об актуальном, истинные условия для контрфактуалов, они должны разъясняться таким образом, чтобы они включали в себя условия причинно-следственных связей, природа которых от этих контрфактуалов не зависит. Человек, который апеллирует, ну, как его назвать, чтобы калькированно не звучало, ну, в общем, человек, который говорит, что мы можем допускать модальность хотя бы частично, он начнет настаивать на том, что нужно использовать контрфактуалы даже при описании актуального мира. Потому что попытка описать актуальный мир без использования контрфактуалов – это была бы попытка описать его, не ссылаясь прямо или посвенно на причинно-следственные связи, а это было бы невозможно. Ну, вот у нас такой теоретик, который говорит, что да, мы причинность можем объяснять только в общем терминах контрфактичности. Ну, вообще, дискуссию можно было бы продолжать и далее, но что является принципиальным, это то, что человек, который, в общем, топит за использование модальности хотя бы частично, он может говорить, что, дескать, те, кто пытались определить понятие актуального мира, которое отчищается от контрфактических понятий, они должны были бы использовать такие штуки, которые, ну, в общем, в явной степени неадекватны. Это, например, можно проследить в том, что писал по предмету дискуссии Нейсон Гудман или, например, Дэвидсон. Потому что вообще попытка первого подхода – это попытка связать определенным образом причинность и контрфактичность. И это вызов, до которой человек, который говорит, что давайте мы вообще не будем использовать модальные понятия, просто изгоним их с нашего дискурса, для него это представляет определенный вызов, чтобы его вообще концепция стала какой-то работающей. То есть он должен сказать, что почему, допустим, он не говорит нам, почему ему не нравится модальность. Вот просто не хочет он об этом говорить, говорит, что все нужно говорить только об актуальном. Говорим только об актуальном, говорим про какие-то материальные объекты. Материальные объекты в их понимании, их материальности завожены причинно-следственные связи. А как мы понимаем причинно-следственные связи, если мы не понимаем их через контрфактуалы хотя бы в некоторых случаях? А если мы понимаем их еще через контрфактуалы, то какая у нас проблема с пониманием модальности, если его тоже можно, в общем, просто сводить к контрфактуалам? И одна из проблем, с которой сталкивается человек, который говорит, что, назовем его просто скептиком относительно модальностей, это отчет о причинно-следственных связях, которые согласуются с его общей позицией. Ну, здесь у нас, как говорит Пикок, уже просто были какие-то попытки это объяснить, но достаточно развитые и релевантные объяснения контрфруктуалов, которые ему известны, ну и мне, в общем-то, тоже, они все используют понятие каузации. И вопрос о том, является ли понятие каузации модальным или нет, он спорный. Модальный скептик, он должен предоставить какой-то отчет, который рассматривает понятие каузации законов природы немодальным образом. Он должен делать это как для вероятностных, так и для детерминированных законов. На данном этапе вообще можно было бы выделить две разновидности модального скепсиса. Первая разновидность, ну, она отвергает эту проблему для законов и поэтому ограничивается каким-то частным модальным скепсисом, а более такие люди, которые, что называют, закусывают пулю, он направлен на защиту немодализма без каких-либо ограничений. Если у нас верна какая-то концепция, которая использует модальность хотя бы частичным образом, то мы можем рассматривать понимание содержания, которое не содержит понятий метафизические необходимости и необходимости, которые, в общем, не используют какое-то понимание возможности. Но тогда мы не могли бы рассматривать понимание человеком явно каких-то категориальных предложений, как объяснимых и полностью предшествующих какому-либо пониманию возможности. Это, конечно, не подрывает теорию понимания, которая основана на следующих принципах, но это означает то, что у нас есть какой-то пример, что называется, вокального локализма, потому что обладание понятием необходимости и возможности, а также большим семейством категориальных понятий, оно, если может быть исключено, то только одновременно, сразу для всех. Но ни то, ни другое, оно не предшествует друг другу в порядке именно философского объяснения. Даже если мы говорим, что мы соглашаемся на какую-то более слабую позицию, например, мы допускаем модальности хотя бы частично, например, когда мы говорим про каузацию. Правильность такого рода концепции, она предвосхищает любую попытку рассматривать модальные принципы, как дающие просто какое-то консервативное расширение нашего немодального дискурса. Но если такого рода концепция верна, то у нас вообще нет соответствующего немодального сегмента дискурса, при котором модальные принципы могли бы просто таким образом консервативно расширяться. Если мы стоим на позициях полного модального скептицизма, то претензии еще более сильные. Мы могли бы отставить точку зрения, что категориальные понятия полностью объяснительно предшествуют контрфактичности. И могли бы тогда уже поддержать утверждение, что вот эти вот нерелативизированные предикаты, они полностью предшествуют объяснению, в порядке объяснения своим релативизированным относительно миров аналогам. Это достаточно привлекательно, но это требует каких-то дополнительных подтверждений, которые будут произвожены уже, наверное, в следующий раз. И, в общем, что, наверное, будет уже последним в разговоре о методической необходимости. Вот, у меня все. Ага, спасибо большое. Что, у кого какие вопросы, замечания, идеи? У меня в первую очередь вопрос, почему мы, когда говорим про каузацию, ну, с необходимостью говорим про что-то контрфактическое, как будто у нас нету других представлений о каузации. Да, это хороший вопрос. Скорее всего, это вопрос к Нельсону Гудману. Он бы, наверное, ответил. Может быть, ответил бы, к сожалению, он сегодня отсутствует. У меня вопрос по принципам возможности. Арсен, если несложно, напомните, пожалуйста, формулировки. А, окей, сейчас. Извиняюсь. Принципы возможности у нас входят в принципы ограниченной рекомендации, это допустимость переписываний, это конституитивные принципы, и это принцип модального экстенсионала, как в общей формулировке, так и в разных формулировках. Вот эти принципы, они обеспечивают подлинное понимание, понимание подлинной возможности, вот, которая дается вот здесь вот, где оно. Под условительностью для модальных операторов. То есть, это просто соответствующие условия для переписываний, которые он вводит как технический аппарат для понимания. Да, ну, спасибо. Как-то я не могу все сразу схватить, спасибо. Да, я, наверное, сам виноват, что я это так сильно растянул, но просто упикок очень плотный текст, и вот каждый раз, когда он начинает вот это вот, сейчас я выдвину концепцию, как с ней можно поспорить, сейчас вот так поспорим, так ответим, это как бы продолжается на протяжении всей главы, и, как мне кажется, он действительно очень важные возражения зачастую формулирует. Понятно, что он, ну, даже так он схватывает чуть не все вопросы, которые к нему можно задать, но большую часть вопросов он отметает, и поэтому я, в общем, наверное, зачастую излишне подробен в этом деле. Я постараюсь в заключительном докладе, через неделю, в общем, как-то это все скопом напомнить и сформулировать, чтобы оно вот не представляло таким растянутым для слушателя. Хорошо, спасибо. У меня вот есть такой вопрос. Ну, то есть, получается, что, например, необходимость тождества – это уже какая-то модальная истина, которая выводится из, соответственно, немодальной истины и принципов возможностей? Я так понимаю, что да. Потому что у меня как раз один из вопросов состоял вот в том, в том, как же быть с какими-то альтернативными логическими концепциями, ну, например, с логиками, где закон тождества ослабляется. Там отказа, конечно, нет от него полного, но есть определенное ослабление. Или там, ну, логиками, которые описывают какие-то квантовые эффекты, когда у нас нет возможности гарантировать, что мы ведем речь об одной и той же элементарной частице. Ну, просто это невозможно. Принципы квантовой механики это не позволяют делать. Вот. Соответственно, если бы необходимость тождества была одним из принципов, тогда получалось бы так, что не совсем ясно было бы, каким образом мы можем приходить к знанию вот таких вот квантовых эффектов. То есть, в принципе, сформулировать, что невозможно. Вот. У меня есть несколько еще соображений небольших, и одно такое, мне кажется, более интересное соображение. Ну, по поводу имплицитного знания и вот этого примера с грамматиками, мне кажется, можно себе представить такую ситуацию, когда действительно есть имплицитное знание, но указать, почему какой-то набор выражений не является грамматически правильным. Мы же не обязательно должны представлять себе идеального какого-то носителя языка. Дети в каком-то возрасте начинают говорить вполне себе грамматически правильными предложениями, но при этом правил грамматики они никогда не изучали. Если мы их спросим, почему какое-то выражение правильное, а другое неправильное... Но они могут и не ответить, да. Да, они не ответят просто-напросто. У них вот именно имплицитное знание как раз присутствует, но знания явного грамматики у них нет. Вот, и по поводу вот этого еще тезиса номер один, я вспомнил, что в первой главе Пикок тоже там он немножко по поводу необходимости заговаривает. И вот он там как раз, вот тезис поясняет, скажем так, короче, и может быть даже немного более понятно, но по крайней мере для меня, когда он говорит о том, что вот если есть какая-то модальная, какая-то необходимость, какая-то необходимая истина, да, и если она непознаваемая, то вот эта непознаваемость у нее, соответственно, зависит либо от непознаваемости некоторой немодальной истины, либо с непознаваемостью каких-то принципов, возможностей. По крайней мере, следствие того, что он говорит во второй главе, таково, потому что он там объясняет, что в принципе знание любых модальных истин, оно вытекает, оно следует из знания немодальных истин, с одной стороны, и знания принципов возможностей, с другой. То есть здесь можно было бы себе представить, например, с тождеством, мы окружающий мир, скажем так, осматриваем, изучаем его и замечаем, что в окружающем мире всегда тождество выполняется, по крайней мере в обычном, то, что Куань называл достаточно публичные физические объекты средней величины, то, с чем мы обычно сталкиваемся в нашей ежедневной практике. Мы замечаем, что всегда объекты остаются теми же самыми, и то есть вот у нас есть знание некоторой немодальной истины, это тождество того, что стол сегодня и стол вчера, это один и тот же стол, ну и всякое такое. Ну и плюс принципы возможностей, и вот из этого уже будет вытекать необходимость тождества. Вот. Или вот тот пример, который у Пикака обсуждается с проблемой, с гипотезой Гольдбаха. Мне кажется, вот обсуждение гипотезы Гольдбаха у Пикака вполне себе укладывается в то, что он говорит, а вот тот пример, который Арсен Тип перевел с континуум гипотезы, мне кажется, он здесь немножко не подходит. По следующей причине. Когда мы гипотезу Гольдбаха рассматриваем, нам ведь нужно вообще любое доказательство ее получить. Без разницы, будет оно формально или неформально. Мы пока не получили еще ни одного. Вот. А когда речь идет о континуум гипотезе, ведь результат Гёделя и Коэна – это результаты относительно доказуемости, соответственно, утверждения и отрицания континуум гипотезы относительно ZF и ZFC. Но ничего это другого. То есть там вполне себе ограничено, из чего мы должны вывести континуум гипотезу или ее отрицание. При этом вполне известно, что если мы добавляем, например, к ZF или ZFC аксиому конструируемости, вот эту V равно L, когда мы говорим, что иерархия фон Меймана – это то же самое, что иерархия конструируемых множеств Гёделя, то тогда у нас континуум гипотезы выводится. А если… Да. То есть мы можем доказать ее утверждение. Если мы добавляем наоборот, например, аксиому недостижимых кардиналов, то у нас, соответственно, отрицание континуум гипотезы будет доказуемо. Вот. А в случае с гипотезой Гольбаха у нас такой ситуации нет. Там не оговаривается. Там нет какой-то фиксированной аксиоматической системы, относительно которой мы будем доказывать. Да. То есть там любое нам требуется. То есть получается так, что… Как сказать-то? У нас есть уже знания целой кучи немодальных истин, из которых мы выводим знания вот этой самой кучи модальных истин. Да. Ну вот все там принципы арифметики, допустим, да, они изначально немодальные, но в силу того, что мы их доказательства получили, они стали модальными истинами. Вот. Но гипотезу Гольбаха мы до сих пор даже в немодальном виде никак не получили. Соответственно, у нас нет знания такой модальной истины. Вот. А с континуум гипотезой там немножко другая ситуация, да. Вот. Вот. И у меня еще есть вот такое вот, ну не знаю, может быть, непонимание идей Пикока о соотношении концептуальных истин и вообще и случайных истин. Ну то есть что позволяет нам отличить концептуальные истины от других каких-то истин. Например, то, что холостяки неженатые мужчины, ну понятно, это концептуальная истина, у нас просто вот слова нашего языка так заданы. Соответственно, это необходимо, потому что не может холостяк оказаться неженатым мужчиной. Нам язык надо поменять, чтобы было что-то по-другому. Вот. Но допустим, как вот в случае с тождеством, да, мы наблюдаем окружающий мир, видим, что предметы сохраняют тождественность, и из этого на основе принципов мы делаем вывод, что тоже, что необходимо. Ну, по крайней мере, для какого-то класса вещей. А что, если бы оказалось так, что мы жили бы в каком-то мире, в котором определенные предметы, ну не знаю, допустим, столы, возьмем столы, вот, все столы были бы только желтого цвета. Вот все столы, которые мы наблюдали, они все были бы желтые. Вот. Никаких других столов бы в нашем мире не было. Закономерно ли было бы вывести необходимость того, что столы должны быть желтого цвета всегда? Вот. Но это вопрос скорее к пикаку. Вот. Я не понимаю, чем отличаются, соответственно, логические истины, вот, например, необходимость тождества, концептуальные истины, например, все холостяки неженатые мужчины, и вот такие вот случайные истины в мире, где столы только желтые и больше никаких других нет. На случай со столами у нас же, ну, есть другие цвета, и мы можем представить, что стол, типа, может быть, другого цвета. Вот если бы у нас вообще в мире всего было желтое, то вопрос бы по-другому ставил. Мне кажется, вот в этом отличие, что, в принципе, у нас есть возможность представить нежелтый стол, потому что мы знаем, что помимо желтого, там красный-зеленый-оранжевый цвет есть. Ну, пикак же ни про какие представления-то не говорит, он говорит про правила. Мне кажется, что если бы в нашем языке было правило, что вот, значит, слово «стол» применяется только к объектам такого-то вот, значит, вида и желтым, то тогда нам бы пришлось сказать, что да, столы необходимы желтого цвета. Ну, я не знаю, на каких основаниях мы могли бы сформулировать именно такое правило, при условии, что мы никогда не задавались вопросом о том, стол или не стол, вот этот вот объект, который нежелтый. Ну, можно, короче, про лебедей, например, подумать, и это немножко будет более близко к реальной ситуации. Ну, мне кажется, Аня права, да, мы можем привязаться к языку, но вот в случае со столом мы это почему-то не делаем, а в случае с холостяком – запросто. Это я сегодня холостяк, там жена уехала туда-то. Да, но не провисают ли в таком случае у нас законы природы, так скажем, ну, то есть номологические истины? Да, вот в нашем возможном мире, назовем его действительном, в нашем действительном мире закон гравитации, например, выполняется. Но никто же нам не запрещает представить себе возможный мир, где не будет закона гравитации, или он будет совсем другой, другой формулой будет выражаться. Это не концептуальная истина, она не языковая. Ну, вот здесь есть какая-то парадоксальность, да. От нашего языка начинает зависеть очень многое, но, может быть, это парадоксальность того же типа, что парадоксальность соотношения эпистемического и логического. Когда мы говорим, что эпистемическое более фундаментально, чем логическое, это немножечко парадоксально. Когда мы говорим, что нечто может быть логически невозможным, но эпистемически возможным, это парадоксально. Вот, и здесь, может, какая-то параллель присутствует. Зависимость от языка, она ведет себя нехорошим образом, и она становится впереди мировых законов почему-то. Вот, не знаю, так, наверное. Ну, да, то есть мы можем себе представить мир, где законы природы совсем другие, не те, которые нам известны, не те, которые, допустим, постулируются нашими современными или даже пусть наилучшими научными теориями. Но при этом мы себе не можем представить возможный мир, в котором бы вода не была H2O, потому что это конспитуальная истина, и все тут это метафизически необходимо. Так, а в чем проблема-то? Наверное, проблема в том, что кажется, что так не должно быть, что наиболее фундаментальными должны быть вроде бы истинной природы, наиболее фундаментальной должна бы быть вроде бы логика, а не физика или еще что-то и так далее. Все как-то нарушается. Я вот пытаюсь понять, ну, то есть, если воспринять все то, что сказал Пика как некий алгоритм выяснения истинностного значения какого-то, значит, модального предложения. Вот мы говорим, мы хотим узнать, каково истинностное значение. Возможно, что там, не знаю, закон гравитации не выполняется. Что мы должны? То есть, мы должны согласно Пикаку приложить к этому утверждению принципы, согласно которым, значит, определение истинности предложения возможно, что законы, закон гравитации не выполняется, должно проходить таким же способом, как определение истинности предложения закон гравитации не выполняется. А это значит, что мы должны понять это предложение, ну, то есть, по частям. То есть, вот есть у нас слово «закон», есть у нас слово «гравитация», есть у нас слово «не выполняется». и можем ли мы там где-то найти, в общем, именно среди концептуальных данных, с которыми мы будем иметь дело, то есть среди значения слова «закон», слово «гравитация» и слов «не выполняется», можем ли мы там найти что-то такое, что привело бы нас к тому, что уж если мы это назвали законом гравитации, то оно невозможно, ну, скажем так, то оно всегда выполняется. Или мы, может быть, должны сказать, что закон – это просто какая-то вот, не знаю, какое-то предложение с такими-то способами его верификации. Если так, то есть, мне кажется, что это опять упирается в язык. Если мы достаточно аккуратно определим наши понятия, мне кажется, не будет ничего среди вот этих вот концептуальных истин, что бы нам сказало, что во всех возможных мирах все должно быть именно так же, как и в нашем. Ну да, если мы посмотрим на словарь нашего языка, идеальный словарь нашего языка, то мы обнаружим, что закон гравитации не является концептуальной истиной. Это какая-то случайная истина. Хороший ход, да, хороший ход. Смотрим на словарь, пристально смотрим на словарь. Мне нравится. И также смотрим на правила логики какой-нибудь. И обнаруживаем, что закон гравитации не является законом логики. Значит, это что-то случайное. С логикой более-менее понятно, а вот со словарем все равно не очень. Ну, так же, если у нас определено, что холостяк – это неженатый мужчина, то это концептуальная истина все. Метафизически необходимое утверждение, что все холостяки – неженатые мужчины. Если вы говорите, что вы сегодня холостяк, хотя у вас есть жена, то значит, вы не следуете идеальному словарю нашего языка, а говорите на каком-то другом языке. Так скажем, врываетесь в сферу онтологического и предполагаете регионы сущего какие-то свои собственные. Ну, это будет антикоин. Это будет антикоин, потому что коин нам завещал не верить составителям словарей, а здесь мы вроде бы берем какую-то аксиоматику от составителей словарей. Ну, тогда получается, антиквайн – это и Критки, и Паттнам тоже, потому что вода – это H2O – это тоже словарная истина. Игра является млекопитающим, это словарная истина. Ну, Критки, пожалуй, в отношении Паттнам я немного сомневаюсь. В смысле того, что если они придерживаются того, что термины естественных видов жесткие диссигнаторы, и, соответственно, у нас утверждения, которые включают определенного рода утверждения, они являются метафизически необходимыми, как, например, вода – есть H2O, то тогда Паттнам тоже антиквайн. Паттнам ведь так и говорил о том, что вода – это H2O – необходимое утверждение. Ну, это словарь химиков. Но мы же говорим об идеальном словаре, и, соответственно, идеальный словарь должен быть построен как агрегация наших лучших способов определения, то есть тех способов, которыми пользуются профессионалы. Ну, да, да. А, еще более важно, что словарь должен быть. Как это ни странно. Ну, это, конечно. Правда, что такое идеальный словарь, сложно сказать. Где его искать тоже, на какой полке он лежит. Ну, во всяком случае, все это также подтверждается и концепция лингвистического разделения Турда Паттнамской. Я, например, не всегда могу определить, является ли жидкость без цвета, вкуса, запаха водой или нет. Но если химик скажет, что это H2O, то, ну, конечно, это вода. Для меня будет. Да, пожалуй, так понятнее становится. Ну, мы просто должны каким-то образом фиксировать словарь. А фиксировать его лучше именно вот таким образом через это самое разделение лингвистического труда. Ну, почему так? Ну, интуитивно кажется, что так лучше. хорошо. Ну, что, может быть, у кого-то еще есть вопросы, идеи какие-то. кто-то очень хочет сказать, но по какой-то причине не делает этого, уповая на лингвистическое разделение труда, разделение лингвистического труда. я вот просто плохо поняла пример с лошадьми. Как мне кажется, он не является необходимым, но если бы, если и больше нет никаких, ни у кого, никаких запросов, то можно было бы его попробовать разъяснить. Это про то, что, типа, у нас есть какие-то животные, и есть ли у нас знания о том, являются ли эти животные лошадьми или нет? Ну, да, да. Там, кажется, ведь речь шла и не про... Ну, там не столько шла речь про необходимость, а про то, вообще, какие у нас условия обоснования этого знания. В смысле, у нас есть знания о том, что, вот, у нас есть какие-то естественные виды, и что то, что, когда мы говорим, что, не знаю, не силен в таксономии, но что, грубо говоря, лошадь, она принадлежит такому-то виду, такое-то там животное, так-то в классификации располагается, и это, вроде как, факт, он является модальной истиной. Но вопрос в том, а как это влияет на то, как агент воспринимает лошадей, и как наше знание о том, являются ли те животные или даже не животные, а те артефакты, которыми мы располагаем, лошадьми или нет, как это знание формируется. Нам кажется, такое было замысел, а не в том, в общем, необходимо ли, что те лошади, которые видят воспринимающий агент, короче, лошади это или нет, там прям, говорится, что нет, у нас прям эмпирическое может быть оборужение того, что, как бы, он, ну, нас обманывают, в общем. Я так понял. Ну, более или менее понятно. Там что-то какие-то детали были сложные. А какие-то искусственные, ну, типа, эти примеры, ну, то есть, если бы мне привели пример с жуками и украшениями, он меня еще больше, честно говоря, запутал, чем пример с овшидями. Вот как-то так. Могу ответить. Ага, ну, еще какие-то, может быть, вопросы или комментарии? Ну, раз больше нету, то, видимо, мы можем заканчивать на сегодня обсуждение. Еще раз спасибо большое за презентацию. Ну, и, видимо, встретимся в следующий раз тогда. Да, видимо. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. До свидания. Пока.